Шесть участников успешно преодолели второй раунд отбора. Это Миттьюланд, Шериф, Виктория, Пеник, Лутогорец, Динамо, Зайри. Моя задача рассказать о результатах Лиги Чемпионов и понять, чего не хватает остальным. Кипрский клуб Айк удержал ничью в Херинге. В ответ на игре Дома дошел до серии пенальти, в которой победа досталась Миттьюланду. За это венгерский арбитр Иштван, Ватт второй, наделил их рыцарским титулом и выходом в следующий раунд. Интересно, что общая вместимость стадионов этих команд не превышает даже 20 тысяч. Добавлю, датчане выиграли впервые за 5 игр. Шериф и Мари Бор после нулевой ничьи встретились вновь. Неродной стадион Зимбру в этот вечер принес Шерифу путевку в следующий раунд 1-0. В слову сказать, ближайший тур чемпионата Молдавии предстоит сыграть против хозяев этого стадиона. Итак, команда из Террасполя не уступает на протяжении 15 игр, пропустив только от двух соперников. Откопал интересный факт. Самым популярным именем в составе победителей является Степан. Греческий защитник Стефанос, боснийский полузащитник Степан и хорватский тренер также Степан. Итак, в третьем раунде продолжаем переживать за Террасполяцев. Спасибо подписчикам, что поправили меня. Итак, Виктория сумела победить в Хельсинки 2-1. Дома Чехи вновь покорили Хик 5-0. В этот вечер в составе победителей блистал 28-летний полузащитник Ян Секура. Два гола и пас. Отмечу, что чемпионат Чехии еще не стартовал, а финская Вайкаус Лига прошла экватор. Проигравшая команда попадает в третий раунд Лиги Европы. F91 Дю Дю Ланш перед вторым матчем имел минимальное преимущество над чемпионом Армении. В гостях на 2000-м стадиончике Пюник предотвратил очередную сенсацию сумма игр 2-4. Люксембурцы провели в текущих Еврокубках уже 4 встречи, 3 победы и первое поражение. Дубль оформил вышедший на замену легионер из Боснии Лука Юричич. На игру поставили опытного испанского арбитра Жозе Монтеро, который ранее рассудил матч Леха и Карабаха, Англии и Германии в Лиге Наций, Барселоны и Вильяреала, Аталанты и Лейпцига. Шамрак Роверц проиграл первую игру лудогорцу 0-3. Ирландцы сумели дать достойный ответ, но дальше идут болгары 2-4. Серия лудогорца борвалась на отметке 7 игр, причем они вторую игру подряд пропускают 2 мяча. Самым результативным в их составе является киприот Сатирио, отметившийся уже 3 раза. Интересно, что Шамрак Роверц на своем поле не уступает с августа прошлого года, когда были наказаны в квалификации Флорай. Шкупе на последней минуте удалось сравнять счет в Загребе 2-2. В ответной встрече Динамо сыграло надежнее 1-0. Македонцы переходят в Лигу Европу с серией из 3-х игр без побед. Стоит отметить важное для македонского клуба достижение. В прошлом сезоне они впервые за свою 10-летнюю историю стали чемпионами. Как долго они к этому шли? Беспроигрышная серия Хорват увеличилась до 14 встреч подряд, 10 побед и 4 ничи. И я еще обещал рассказать о чемпионате Македонии, в котором 3 тура. Значит, команды играют друг с другом в течение сезона 3 раза. Порядок встреч до 22 тура определяет жеребьевка. То есть, кому-то повезет дважды сыграть с соперником дома и один раз на выезде. Всего 12 команд, итого получается 33 тура. В среду Будю Глиб на своем поле постарается отыграть минимальное поражение от Линфилда. Аналогичная задача стоит перед шведским Мальмем в ответной игре с Жальгерисом. Фенербахчей и Динамо Киев после нулевой ничи начнут все заново. Цюриху необходимо побеждать Карабах с разницей в два мяча, чтобы избежать дополнительного времени. Словом, имеет небольшое преимущество над Ференцфарашем 2-1. Олимпиакос и Макаби Хайфа в первом матче победителя не определили 1-1. Интересно узнать ваше мнение, кто пройдет. Встречаемся завтра в итоговом выпуске. Узнаем все результаты и все пары третьего раунда ЛЧ.